Саша, привет! Привет! Слушай, расскажи, пожалуйста, почему так мало посетителей на фестивале было? В понедельник, к сожалению, не выступила группа Infected Mushroom из-за того, что двух человек не приехало. На 6,5 часов задержался рейс. Мы предлагали другие рейсы, но, к сожалению, они не подходили, потому что они должны были летать в 3 часа ночи на другое выступление уже в другой регион, даже в другую страну. Поэтому по Крыму быстро прошла молва, смешники местные подхватили, сказали, что это все фарс, фестиваля не будет и так далее. Ну, такая ситуация сложилась. Слушай, физическая расправа над артистами. Были ли, правда, эти угрозы? И где будут, есть ли доказательства этих угроз? Мы выложим доказательства, было массовые письма на Infected Mushroom, что если они здесь выступят, что их здесь застрелят, порежут, убьют, там, я не знаю, что сделают. Нам поступали угрозы. Поэтому мы ездили в аэропорт Симферополь и встречали их с охраной военизированной, причем договорились с администрацией аэропорта города Симферополь, чтобы нас спустили в прилетную зону, что, в принципе, запрещено. Но спасибо им, что они пошли нам на встречу. Будут ли публиковаться письма отказа музыкантов? То есть по каким причинам какие музыканты не согласились выступать на Крымфейске? Ну, я выступлю, потом расскажу по каждому музыканту, делаю интервью, потому что очень много музыкантов выкладывают у себя всякие непонятные мне комментарии. Поэтому я потом какому-нибудь СМИ дам эксклюзивное интервью, чтобы это действительно было интересно и познавательно, что у нас происходит шоу-бизнесом. В Гулуарах ведутся разговоры о том, что Крымфесту объявлена война. То есть кто-то хочет задушить фестиваль, который только что родился. Как считаешь, кому это выгодно в первую очередь? Конкурентам выгодно, но есть люди, которым это выгодно. Мы же все-таки на одном поле работаем с кем-то. Хотя я себя не считаю каким-то крутым чуваком, который проводит мероприятия. Одно, второе. Я вообще не в тусовке, наверное, известных продюсеров, которые крутятся в СМИ. Я просто делаю то, что мне нравится и нравится моим друзьям. Но для них я как бы человек, который посторонний в этой среде, как кость в горле. Вот и все. Вы можете посмотреть комментарии некоторых организаторов фестиваля, как они яростно с нами прям борются, выкладывают свои мнения. Хотя на эти мнения, мне кажется, многим нет дела. Почему на фестивале не дежурит скорая помощь? Почему вы считаете, что она не дежурит? Потому что человеку было плохо, и этого человека пришлось везти в больницу за 1200 рублей. Я об этом случае не знаю. Скорая помощь дежурит 24 часа. На входе стоит пункт скорой помощи. Они оказывают тем людям, которым нужна помощь, практически есть заявки, да, в течение там суток, наверное, 10 заявок. Кто-то ожегся, кто-то где-то что-то поцарапал. Есть договор со скорой помощью. Так что это неправильная информация. ОМОН. Где ОМОН? ОМОН. Он сначала постоял, постоял. Потом, как мне сказали, были сделаны фотографии машин с ОМОНом. После того, как отчет был выслан в Москву, ОМОН куда-то исчез. Он просто испарился. Да, он просто исчез. Он приехал сюда загорать, понял, что он уже загорел и ехал. На самом деле сотрудники полиции есть. Здесь рядом есть пункт. В любой момент они подъедут. С завтрашнего дня будет дежурить СОБР опять возле сцены. Просто сегодня и вчера дни такие простые, лайтовые, переходные. Поэтому мы и запрашивали ОМОН. Сейчас достаточно количества сотрудников ЧОП на данное количество народу. Поэтому с безопасностью все нормально. Вчера было в охране порядка шести человек. И был неприятный инцидент с местным, правым сектором, который приехал сюда. Сначала приехало четыре человека. Начали ругаться с охраной и пытаться проникнуть на территорию фестиваля. Охрана ЧОПовские, которые были, они их не пустили. Потом приехал уже микроавтобус. Насколько я знаю, одному охраннику разбили лицо. Вы знаете, а завтра будут рассказывать, что сюда приземлилась автонная бомба. Из нее вылезли сотрудники из Украины и начали конфетами всех травить. Понимаете? На самом деле все преувеличено. Вчера действительно приехали незнакомые нам лица. Пытались проехать на территорию арендума нами пляжа. Их сотрудники ЧОП не пустили. Был небольшой конфликт, при котором все проблемы разрешились. То есть вы видите, все проводится мероприятие. Обращений в полицию не было. Ну, ребята немножко, не знаю, друг другу нос разбили, скажем так. Сотрудники ЧОП отработали, это самое главное, не пустили сюда посторонних людей. Мне кажется, это показатель. Скажите, пожалуйста, а по поводу артистов, которые, к сожалению, не приедут на фестиваль, будут вестись какие-то замены? Что будет, ну, грубо говоря, на это время? Смотрите, замены мы хотели сделать. Но дело в том, что то, что происходит сейчас в СМИ, музыканты просто не хотят участвовать. Они боятся. Я отчасти тех музыкантов, которые мы не заявляли, я их понимаю, потому что мне рассказывают, что происходит сейчас в Москве. Я немножко в шоке. Ну, пусть будет так, как бы, правда, за нами, вот и все. Ну, то есть в любом случае, лайна будет выстроен на целый день, как минимум, не будет пробелов точно. Да, смотрите, когда начались отмены, мы поняли, что малая сцена нам не нужна, поэтому оставили большую сцену. Мы увеличили время выступления, чтобы все артисты могли выступить на большой сцене. И только поэтому нет малой сцены. Для нас не проблема ее поставить, но вот такая ситуация для музыкантов, может быть, хорошо, для нас, может быть, не совсем хорошо, но она такая есть. Почему начинающим артистам отказывают в чеке? Дело в том, что, опять же, количество артистов, все-таки молодых много, количество тех людей, которые должны выступить, были именно основные музыканты, они тоже, слава богу, есть. Поэтому на артистов выдается 30 минут. Для того, чтобы исполнить самые свои лучшие песни, я думаю, этого хватит. Еще раз, сколько полиции будет охранять фестиваль? Я вам не могу сказать эту информацию. Будет спец, спецсотрудники, соответственно, СОВР, и будут сотрудники полиции. А вся информация, она закрыта. Как вы собираетесь приглашать сюда народ все-таки на следующие дни? В плане приглашать. Они все приглашены, люди звонят, люди готовы приехать, хотят приехать на четверг, пятницу, субботу, воскресенье. К сожалению, на завтрашний день тоже люди возвращают билеты из-за того, что отказала группа Аматори, еще какие-то коллективы. Но, вернее, на пятницу, завтра у нас четверг, многие возвращают из-за того, что Анаконус отказались выступать. Но это их право, пожалуйста, давайте вперед, ребята. Здесь просто вопрос не в нас, то, что нам сделать плохо. Ну, что мы проведем фестиваль, попадем на деньги и все. А вот фанаты пострадали, вот что плохо. То, что меня обвиняет, что я такой плохой, я как бы потом, когда дам нормальное интервью, все станет ясно, кто плохой, а кто нет. И кто все это затеял. Быт артистов, насколько он организован с вашей стороны? И организован ли он вообще? Он организован, если ответственный администратор зовут артистов. А если администратор не компетентен в некоторых вопросах? А как определить компетентен он или нет? Ну, например, там, когда можно будет посмотреть оборудование, будет ли вода бесплатная для артистов? Но вода, наверное, всегда бесплатна для артистов, если они выходят на сцену. А предусмотреть оборудование, вы знаете, на этой сцене будут выступать Алиса, Ари и другие коллективы Тот же слот, я думаю, здесь оборудование рассчитано на то, чтобы удовлетворить любого артиста Здесь даже на 25-17 рассчитан аппарат, хотя у них очень сложный райдер Но, к сожалению, и к счастью, теперь уже для нас они не приехали Потому что даже если бы они сейчас подтвердили, да, ребят, мы все-таки поедем Они нам не нужны, я имею в виду нам, организаторам Проблемы с местным населением, как они будут решаться? А какие проблемы с местным населением? Ну, если возникнут проблемы с местным населением А какие именно проблемы? То есть моделируйте ситуацию Неприятности, драки, разборки На любом мероприятии, даже на дне города бывают неприятности, драки, разборки Что ж теперь мероприятия не проводить? Вы знаете, даже на дне рождения, когда все друг друга любят и знают Тоже неприятности, разборки Давайте будем о позитиве говорить, все будет хорошо Интернет будет в конечном итоге? Ну он же есть, вы же знаете, мы в Крыму, здесь все налаживается Ну то есть, то нет, но он же есть на площадке, согласитесь Так все-таки в Крыму тяжело проводить фестивали? Я вам честно говорю, очень сложно, но мы проводим, я все равно делаю это ради этого региона Я в него улюбился, ради тех людей, которые здесь живут, они для меня светлые люди